Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 530. Дано. Нам дан равноведренный треугольник ABC, причём по условию сказано, что BC – это его основание, а тогда его боковые стороны AB и AC, и они равны. В треугольнике проведена высота к основанию, высота AD. Значит, AD перпендикулярно BC, и AD дано по условию равно 8 см. Также в треугольнике ADC проведена медиана DM. DM – это медиана. И она дана. DM равно 8 см. И нам нужно найти площадь треугольника ABC. Итак, AD – это высота, проведённая в равноведренном треугольнике к его основанию. Тогда эта высота AD является не только высотой, она является также и медианой. Значит, AD – медиана. Тогда эта медиана AD делит сторону BC на два равных отрезка. BD и DC. Ещё у нас медиана DM по условию. Медиана DM делит противоположную сторону AC на два равных отрезка. AM равно MC. А вот теперь мы рассмотрим две прямые. Прямую AC и прямую BC. Эти две прямые перетекают две другие прямые. AB и MD. Итак, на прямой AC прямые AB и MD отсекают равные отрезки. Отрезок AM равен отрезку MC. И на прямой BC тоже эти прямые отсекают равные отрезки. BD равно DC. А это возможно только тогда, в соответствии с теоремой Фалеса, когда прямые AB и MD параллельны. По теореме Фалеса, если параллельные прямые отсекают на одной прямой равные отрезки, то они отсекают и на другой прямой, тоже равные между собой отрезки. Тогда, значит, у нас, раз отрезки эти равны на прямых AC и BC, то, значит, прямые AB и MD параллельны. А раз AB и MD – это параллельные прямые, тогда рассмотрим угол 1 и угол 2. Угол 1 и угол 2 – это углы, соответственные углы, которые образованы при пересечении двух параллельных прямых AB и MD, секущей BC. И раз прямые параллельны, то угол 1 равен углу 2. Рассмотрим ещё угол 3. Треугольник ABC равнобедренный, и в нём основание BC, а в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, значит, угол 3 равен углу 1. Таким образом, отсюда следует, что угол 2 равен углу 3. А раз так, угол 2 и 3 равные углы, то тогда треугольник DMC равнобедренный. И в нём стороны, лежащие напротив равных углов, равны MD равно MC. MD у нас известно, значит, MC тогда будет равно тоже 8 сантиметрам. Но отрезок MC равен отрезку AM, значит, тогда сторона AC будет равна AM плюс MC, и будет равна 8 плюс 8, будет 16 сантиметров. А теперь мы рассмотрим прямоугольный треугольник ACD. Этот треугольник прямоугольный, поскольку AD – это высота. Тогда мы можем записать теорему Пифагора для этого треугольника. Квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов. AD квадрат плюс DC квадрат. И отсюда неизвестный катет DC квадрат будет равен AC квадрат минус AD квадрат. Тогда DC квадрат будет равно AC у нас 16 сантиметров, квадрат – это 256 минус AD по условию – это 8, значит, минус 64, и это будет равно 192. Тогда DC будет равно корню из 192, а 192 мы можем представить как 64 умножить на 3. Тогда DC будет равно 8 корней из 3. Итак, мы нашли сторону DC. А поскольку DC и BD равны, то тогда мы можем вычислить основание BC. Оно равно BD плюс DC, и значит, будет равно 8 корней из 3 плюс 8 корней из 3. И это будет 16 корней из 3. И вот теперь нам известно основание BC и высота AD, проведенная к этому основанию, и мы тогда можем вычислить площадь треугольника ABC. И она будет равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию. Тогда это будет равно 1 вторая BC – это 16 корней из 3. AD по условию – это 8. Тогда это будет равно 16 разделить на 2 – 8, 8 на 8 – 64 корня из 3. Запишем ответ. Площадь треугольника ABC равна 64 корня из 3 квадратных сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.